Он дождался капитального ремонта. Проспект Московский, построенный в 70-х, в этом году капитально отремонтируют. За время своего существования дорожное полотно сильно износилось. Ямочный ремонт не спасал ситуацию. Какие перемены грядут в этой части города? Чего ждать водителям и пешеходам? Выяснила Кристина Маматова. Московский проспект – давняя головная боль челнинских автомобилистов. На полотне ямы, выбоины, трещины от едва заметных до внушительных. И с приходом весны ситуация только ухудшается. Появляются дополнительные трудности. Много выбоин, много трещин. А сейчас после весны там вообще будет ужас. Поэтому мы считаем, что нужен. Единственный, наверное, проспект остался, вот этот Московский, который там, как по стиральной доске ездишь. Это Московский надо нам обязательно нынче ремонтировать. Летом было очень сложно ездить. Все выбоиных. Очень плохая дорога. Ремонт нужен. А к мечети плохие дороги. И где 59-й комплекс начинается. Там очень, скажем так, не лучшего качества дороги. Испытания дорожным полотном скоро закончатся. О грядущем ремонте Московского проспекта Наиль Магдеев рассказал еще в прошлом году на итоговой пресс-конференции. К работам должны приступить весной. Проектная документация при конструкции уже готова. Правда, в нее не вошли несколько предложений от ГИБДД. На пересечении проспекта Московский и улицы Нариманово планируется, есть предложение установить пешеходные светофоры, организовать полностью перекресток, установить пешеходные ограждения, дублирующие над проезжей частью, дублирующие знаки по пешеходным переходам. Кроме того, в ГИБДД говорят о необходимости обустройства разворота между проспектами Вахитово и Автозаводским. Но пока его строительство не утверждено. Тем не менее, на других участках Московского появятся новые разворота, светофоры и переходы. Кроме того, будет расширена проезжая часть на улице Нариманово, где постоянно возникают пробки. Как уверяют специалисты, проспект Московский длиннее и шире, чем Чулман и Сюембике. Поэтому город планирует потратить на ремонт порядка 1 миллиарда рублей. Напомним, что подобные работы в прошлом году на проспекте Чулман обошлись в 690 миллионов рублей. Кристина Маматова, Радий Ганеев, Чулны, 24.